В США повышение стоимости на энергоносители и жилье привело к росту общей инфляции. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,3% по сравнению с ноябрем и на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, последние данные оказались немного выше прогнозов экономистов. Расходы на жилье составили более половины роста цен с ноября по декабрь. Согласно отчету Министерства труда, стоимость выросла на 0,5%, а в годовом исчислении более чем на 6%. Расходы на электроносители наряду с ценами на продукты питания также способствовали увеличению инфляции. Индекс цен на электроэнергию в декабре увеличился на 1,3%. Продовольственный индекс растет второй месяц подряд. Больше всего за тот же период выросла стоимость яиц почти на 9%. Это связано с распространением птичьего гриппа на некоторых коммерческих фермах. Заметный скачок за год показал индекс автострахования свыше 20%. Средняя инфляция за 2023 составила чуть более 4%. По декабрьскому отчету о занятости в США на им произошло ожидание экономистов. Однако сильный рынок труда может способствовать ускорению инфляции, считают некоторые эксперты. Работодатели, привлекая соискателей на работу, будут нести более высокие затраты, которые, в свою очередь, будут перекладывать на клиентов за счет повышения цен. Сейчас мы заранее закупаем 300 коробок каждого размера, каждого носителя. Будь то пластик или бумага, чтобы сократить на две трети наши расходы и действительно покрыть удар инфляции за счет наших клиентов. Когда мы начинали, чашка латте с молоком стоила 3,50 долларов. Сейчас 5 долларов. Так что это определенно повлияло на все в цепочке поставок, которые касаются чашки кофе. Темпы роста потребительских цен являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. ФРС на очередном заседании в конце января с высокой вероятностью сохранит коридор процентных ставок без изменений. Продолжающийся прогресс в достижении нашей цели по инфляции в 2% не гарантирован. Мы готовы к дальнейшему ужесточению политики, если это будет необходимо. Мы стремимся придерживаться достаточно строгой денежно-кредитной политики, чтобы со временем обеспечить устойчивое снижение инфляции до 2% и сохранять ограничительную политику до тех пор, пока мы не будем уверены, что инфляция находится на пути к достижению этой цели. Стабильно высокая инфляция в период правления Джо Байдена также представляет угрозу для перспектив его переизбрания в ноябре этого года, даже несмотря на то, что другие аспекты экономики, включая рынок труда, оставались благоприятными. Айжан Садыкова, 24КЗ, из США.